Музыка 140 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна. Библиотека искусств имени Боголюбова ответила, это событие особым музыкально-литературным лекториям, чтением произведений юбиляра. Иногда рассказ, вот как сегодня читалось четыре рассказа Куприна, один просто трагедийный рассказ, Алле. Но даже слушая этот трагедийный рассказ, становится хорошо, потому что это переживания эстетические. Это часть нашей жизни. Что это было заметно даже в синих сумиках, опустив глаза, Леночка зашептала, отрывистый сердитый смущен, оставьте меня, опустите. Александр Казанцев, организатор Боголюбовских чтений, считает, что Куприн был незаметным человеком, но в его произведениях сквозит публичная правда, правда на жизнь, события, а главное на взаимоотношения между людьми. В рассказе Куприна сегодня, несколько рассказов Куприна, в них настоящее, а в жизни приспосабливаемся, врем, еще что-то делаем, но ненатуральное. И условия жизни такие, что не всем так хочется жить, не все могут жить по собственной правде. А вдруг в рассказе правда такая, что она заставляет как-то взрогнуть, и ты получаешь удовольствие. Музыка, которая звучит на лектории, также посвящена Александру Куприну, и, возможно, именно она звучала в период жизни и творчества русского писателя. Наталья Калачикова, Александр Логинов, Москва, телевидение, Центральный округ.